В чем сейчас сложность работы при подборе недвижимости клиента на нынешнем текущем рынке? Каждый клиент хочет на свою ипотеку выжать максимум, найти оптимальный вариант. Когда вы идете на просмотр объекта, самое главное, что у вас нет четко структурированной системы опросов и вопросов. Дальше я буду прозванивать вот эти три квартиры, они находятся рядом. Звонил по двухкомнатной квартире на улице Трофимова, 4А. Скажите, пожалуйста, она продается, да? Скажите, пожалуйста, сколько там собственников, какая правоустановка? Смотрите, у нас там по документам достаточно простая ситуация. Скажите, пожалуйста, а сегодня, начиная с часов четырех вечера, можно посмотреть квартиру? Давайте я вам в течение получаса перезвоню и течное время скажу. Сейчас я с клиенткой согласую. Всем привет! Вам понравился формат реалити-шоу, в котором мы начали делать звонки пациан, и вы все требуете выхода в поля и так далее. Мы начинаем понимать, что вам эта рубрика интересна по тому количеству просмотров и по тому количеству лайков, которые собирают видео. Первое видео собрало 8 тысяч аж лайков и кучу комментариев, второе уже перевалило за 6 тысяч, все уже перевалило за 100 тысяч просмотров. Мы понимаем, что такой вам формат интересен, и мы его будем продолжать. Сегодня мы, между прочим, с выпускником школы Сергея Смирнова Данил Иосифов, да, Данил? Добрый день! Мы будем сегодня продолжать тему работы. У Данила вообще сейчас загрузка по полной программе. Сколько у тебя сейчас клиентов на подборе? Три, да? Да, трое. Расскажи, первое, в чем сложность, вот ты сейчас работаешь с подбором, в чем сейчас сложность работы при подборе недвижимости клиента на нынешнем текущем рынке? Сложность подбора в том, что каждый клиент хочет за свои деньги, за свою ипотеку выжить максимум, найти оптимальный вариант и даже отобрать на циане очень сложные варианты, к которым мы, в принципе, пойдем. А после того, как мы сходили, еще происходит отсев и, скажем, квартира, в которой клиент готов выходить на сделку, остается очень-очень мало и очень тяжело. Подождите, изначально же всем кажется, что вот они открывают первый раз там какой-нибудь портал, и там кажется, вариантов много. Вариантов тьма я легко куплю. Зачем вообще все там эксперты и так далее, и так далее. Да, вариантов тьма, но когда у вас уже есть реальная потребность покупать, когда вы выделили деньги, накопили или берете ипотеку с первоначальным взносом, то здесь вы уже начинаете серьезно оценивать то, что предлагает рынок, и вот эта тьма вариантов сразу отпадает. Там вот неудобная локация через дорогу, потому что детям придется большую дорогу переходить по подземным переходам, там какой-нибудь Рязанский проспект, например. А здесь ремонт не устраивает, а здесь комнаты смежные, а здесь балкона нет. То есть многие варианты отпадают просто. И остается очень малый набор вариантов. Скажи, пожалуйста, то есть вначале, вот при первом поверхностном взгляде на рынок деталей человеку не видно? Не, не видно, да, это как бы иллюзия получается, выбор, особенно когда человек еще просто приценивается, не ищет серьезно, ни разу не сходил ни на один объект ногами. У него вот иллюзия, что он в любой момент придет, 10 миллионов рублей положит и купит, скажем, себе двухкомнатную квартиру. Подожди, а с чем же сталкиваешься, реально? Ты приходишь, ты хочешь купить, а тебе ее не продают, да? Такое тоже бывает, да, к сожалению. Почему? Потому что люди, которые продают, не знают, что делать с деньгами. Ну, они у них есть вот тоже в голове, что они куда-то переедут и купят. Абстрактно. Абстрактно, да. Главное вот, что вот сейчас нам придут, что мы будем сейчас себя расстраивать, бегать по рынку, смотреть, что есть. Вот пусть нам придет клиент, оставит аванс. Такие случаи вот бывали. Приходим, говорим, готовы авансировать вас. Они смотрят рынок, говорят, не, мы не готовы вас брать аванс, потому что тот бюджет, который мы можем себе позволить с учетом продажи квартиры, нам ничего не нравится. То есть, и они берут еще, повышают, цены опять стоят, да? Да, такое тоже бывает. Повышают цену и продолжают стоять, да. То есть, правильно понимаешь, что велика вероятность того, что когда я первый раз поверхностно буду смотреть, как клиент на рынок, то велика вероятность то, что я буду сталкиваться с собственниками, у которых, в общем-то, пока нет плана конкретно продать. У них есть план прицениться, понять, сколько дадут, а потом думать, стоит продавать или нет. Да, есть такой сегмент собственников, в которых это именно такой план. Они хотят, ну, улучшить свои условия. Гипотетически. Гипотетически, ну, даже не гипотетически, а серьезно хотят улучшить. Но нужно время, чтобы они, скажем так, смирились с тем, что вот за тот бюджет, который у них есть, они будут жить не в пределах третьего транспортного, скажем, а чуть подальше, там, минут 15 езды на машине от третьего транспортного. Для этого надо время, чтобы они поняли, вот, то, что все хотят, естественно, но лучшее условие изначально, и со временем они свои аппетиты снижают. Хорошо, значит, получается, картинка выглядит немного иначе, когда ты погружаешься. Я обратил внимание, вот, я не знаю, удастся ли нам сейчас показать, что у нас делает Данил, но потом мы сделаем, уже когда он начнет звонить, и так далее. Я заметил, что ты работаешь с профессиональной системой Winner. Почему? Ну, Winner работает потому, что он агрегирует в себя информацию со всех бесплатных площадок. Это и Циан, это и Авито, и Яндекс. Давай сразу объясним. Да. Сам Winner не бесплатен, то есть он как раз наоборот, мы платим за профессиональный продукт, чтобы в нем смотреть. Да, да. Это агрегатор, он собирает все объявления там, где можно смотреть бесплатно. Это Циан, Яндекс, соответственно, Авито и так далее. То есть он парсит и обрабатывает объявления. Да. Это позволяет тебе находить зачастую архивные объявления, которые уже по какой-то причине на порталах других не оплатили. Да, в том числе и это я вижу. Я заметил, у меня часть экспертов все равно упорно там смотрят только Циан, а ты, я так понимаю, используешь Winner, потому что он смотрит, протаскивает все площадки. Он протаскивает все площадки, кроме, к сожалению, Домклик, я не понимаю, почему они до сих пор не интегрировали в Домклик. Я объясню, почему, потому что Домклик очень хорошо защищается от парсинга. А договориться не получилось у них? Я думаю, что можно договориться. Владелец Winner Юрий Бекузин достаточно опытный человек. Не думаю, что это прям такая большая сложность, но что тебе нравится, какие удобные инструменты ты для себя заметил? Ну, когда я работаю на подборе, я в Winner могу выделить локацию, и в рамках этой границы уже работать, и по каждому объявлению могу оставлять комментарии прямо в Winner, и это очень удобно. Что вот это мы смотрели, там есть, могу отмечать какие-то квартиры, могу удалять их из локации, они мне просто не показываются. Потом, когда новый объект... То есть ты удаляешь объект и говоришь, исключите такой объект из результатов поиска, и он тебе снова не показал, даже если объявление обновил. Ну, если они новые, если обновился, не показал. Скажем, допустим, у меня есть клиент по фамилии Кузнецов. Я делаю заказ для Кузнецова подбор двухкомнатной квартиры. Я очерчиваю локацию в районе, например, метро Калужская. Которую вы обсудили с клиентом. Сдаю поиск, что нас интересуют, например, трехкомнатные квартиры в метраже от 60 до 80 метров квадратных. Если какая-то квартира, он мне сразу выделяет 20 вариантов. Если какие-то квартиры нам не нравятся, или мы уже отсмотрели, не подходят, я их исключаю. И они больше не подтягиваются. Больше не подтягиваются. И если появляется новый объект, я прям зрительно сразу его вижу на экране. Плюс мне еще приходит письмо, что появился такой новый объект. Очень удобная визуализация. И еще очень удобная визуализация, как я понимаю, для тебя то, что ты можешь сразу давать комментарии, которые сохраняются и хранятся по этому. Да, да. Я, ну, когда разговариваю с агентом или собственником, который продает квартиру, то, что он мне отвечает, я прям сразу же сохраняю там, как зовут, настоящий номер телефона. Сейчас покажешь все. А, настоящий номер телефона тоже удобная функция, что у тебя сразу к объявлению хранится не подменный номер цены. Я прошу сообщить на настоящий номер телефона. Мне, ну, иногда говорят, иногда нет. Если говорят, я его прям там сохраняю. Не могу тебя не спросить. Ты сейчас очень активно работаешь с тремя клиентами, аж параллельно на подборе. Тебя раздражает вся система с подменными номерами? Да, потому что качество связи срадает. То есть у Авида сначала тоже иногда не слышали друг друга Ютсана. Сейчас, когда они запустили там на своем коммутаторе, иногда просто не слышим друг друга и приходится перезванивать. Бред какой-то, в общем, да. Но самое интересное, что в итоге и даже собственники все равно палят свой номер телефона итогов. Тогда в чем они защитили себя от того, что им не названивают, что они для собственника удобны. Я не вижу пока какое-то преимущество особо. Все равно кто-то, кому надо, твой телефон выяснит со звонка. Ну это да. Но я разговаривал с другими агентами. Есть такая версия, что таким образом площадки собирают лиды покупателей и потом продают их... Ну вот, знаешь, я много лет занимался этим делом. Мы ставили гору кучу там фейковых объявлений зачастую и так далее. Парсили эти лиды. То к толку от них. Это сырые очень покупатели. Как правило, их сложно продать. Итак, давайте расскажем, что мы сейчас ищем и что мы сейчас будем делать. Значит, у нас есть женщина, клиент, с которой сейчас работает Данила. У нее задача, в общем-то, достаточно важная. Она продала квартиру в своем городе. Она уже пять лет живет в Москве. И у нее офис переехал ближе к центру. Он переехал в район, в общем-то, Даниловский район. И рядом она рассматривает вариант. Ей удобный район ближе к Пролетарке, Кризанке и вот в сторону Автозаводской. Мы сегодня будем отрабатывать один из квартальчиков. Как раз мы посмотрим между Автозаводской и Пролетаркой. Мы посмотрим сегодня определенные объемы квартир. Мы уже обсудили. Потребность у нее очень важная. То есть она, с одной стороны, хочет... У нее уже взрослый сын, который учится в Институте гражданской авиации. И вот он скоро возвращается в Москву. Но он будет, скорее всего, жить отдельно. Но она предполагает, что периодически может приезжать к ней. Поэтому нужна все-таки малогабаритная двушка. При этом она хочет иметь возможность ходить в центре, погулять и так далее. Поэтому она говорит, я согласна на старый фонд. Но малогабаритная двушка. Давайте посмотрим. Вот в определенном бюджете. Бюджет мы с ней определили от 10-ти 500 до 12-ти 500. Часть она возьмет в ипотеку. Часть она уже имеет накопление, отпроданное в своем регионе квартиры. Ну и вот такая у нас задача сегодня искать. Значит, мы обрезаны с тобой сроками. То есть нам до конца ноября надо бы сделку сделать. А срок у нас определяет одобренная ипотека. Потому что все забывают о том, что ипотека одобряется на определенный лимит на 4 месяца. И тут есть один всегда расслабон, что клиенты ведут себя каким образом? Вначале первые, там они говорят, нож 4 месяца. 4 месяца. Поэтому они вначале первые полтора месяца на Чили, на пиво, лето, как говорил Джиган. Я на Чили сейчас расслабляюсь. Поэтому они ведут себя как Джиган, соответственно. А потом начинают ускоряться. Нам уже надо ускоряться. Почему? Потому что нам где-то к 15 октября уже хорошо бы иметь точно выбранный вариант, чтобы подавать документы в банк. И дальше уже ползти к сделке, там 2 недели займет сделка. Поэтому, исходя из этого, мы на фильтре с тобой сейчас поставили 10 500, 13 500. Соответственно, общая площадь от 40 до 47 метров, двушка. И мы смотрим кирпичные, в общем-то, в основном дома, потому что у них есть и неплохие варианты, и там есть возможность поработать с планировкой. Вот. И, соответственно, давай, исходя из этого, сейчас поймем самое важное. Нам сегодня надо смотреть. То есть мы договорились сегодня на день просмотра. Значит, важный нюанс. Когда вы идете на просмотр объекта, самое главное, что у вас нет четко структурированной системы опросов и вопросов. Поэтому, если уж даже сами самостоятельно занимаются подбором недвижимости, то такой опросный лист надо себе сделать. И все это потом заводить в таблицу. Когда ты вот людей опрашиваешь по бланку, по всему остальному, ты себе это все заводишь в систему. Да? Что важно понимать. Вот у нас есть бланк. Здесь, смотрите внимательно, в первую очередь, есть все, естественно, контактные данные. В том числе, запишите номер квартиры. Потому что, если вы даже вдруг какая-то квартира вам понравилась, а вы по какой-то причине потеряли ее в базе, там, рекламное объявление исчезло, в конце концов, можно даже до нее дойти. А если вы не запомните номер квартиры, то будет гораздо сложнее. Очень важный момент, что надо все выписывать характеристики объекта. Количество комнат, метраж, общий метраж и так далее. То есть, какая была планировка, распашонка и так далее. Здесь у нас есть поле для зарисовок планировок. Если человек успевает еще накидать планировку, то это тоже очень удобно, потому что потом не помните, что и так далее. Важный момент. Юридические аспекты сделки, которые предстоят. То есть, те документы, которые у себя собственников, они, в общем-то, вот здесь нужны. Здесь идут специфичные вопросы, специальные опросы, почему сейчас продаете квартиру, зачем, почему понятие целей собственников для того, чтобы понимать вообще, во что мы в какую схему сделки вляпываемся. Смотрите, предыдущую серию мы уже разбирали сложные схемы сделки. То есть, если у наших собственников будет альтернатива на другую сделку, то это удлинит нам процесс, и мы можем вляпаться в приключения. Наконец, вот здесь мы как раз пишем те потребности собственников, которые мы покупаем квартиру, для того, чтобы вообще собрать всю эту схему воедино. Вот задача сегодня Данила, в общем-то, сводится, казалось бы, очень простая. Пойти посмотреть с клиентом квартиры, записать какие-то параметры, свести. Самая сложная работа начнется потом. Начнется анализ того, что собрано здесь, стоит или не стоит брать вариант. То есть, даже если обои, там, вид из окна понравился клиенту, это еще не значит, что мы эту квартиру купим по одной простой причине, что мы должны будем проанализировать все факторы. Площадь, соотношение цены, качество. Посмотреть на те вопросы, реальными мы выйдем на эту сделку. Адекватно себя ведет собственник, в том числе проанализировать планировки и возможные затраты на ремонт. Поэтому, смотрите, важный момент. Большинство из вас ходят по наитию. У вас, вы думаете, что... Большинство агентов по недвижимости так ходят, к сожалению. Смотрят непонятно что, непонятно какие вопросы. Мы это делаем структурированно. То есть, вся система у нас вот у целой пачки этих бланков. Специалист выходит, и у него фактически это опросный лист. Это такая диагностическая карта каждого объекта. Поэтому Данил сегодня будет на объектах эти вопросы задавать. Заполнять эти бланки. И, соответственно, по итогам мы еще и разберем на камеру, что же он там увидел и что получилось. Это для вас будет опыт очень полезный, потому что фактически вы сегодня поймете, как правильно смотреть объекты, а не как это делать со скока и так далее. Вот, сейчас он будет звонить, назначать встречи. И тут еще один важный нюанс. Смотрите, какую ошибку совершает большинство из вас. Представим, что вы выбрали какой-то вот такой вот район на карте. И у вас здесь разбросаны некие объекты. Я умею писать кверх ногами. Вот, поэтому, соответственно, у вас разбросаны некие объекты по карте. Вот, у вас отобрано пять объектов, а дальше начинается одна и та же картина. Это типовая ошибка и начинающих агентов, и людей, которые ходят сами по себе. Вы начинаете ходить абы как, не составляя маршрут обхода. То есть, вас может носить по карте по порядку просмотра так, что вы в конечном итоге делаете лишний километраж, не учитывая расстояние между объектами. То есть, когда будет составляться маршрут и будет стыковываться время просмотра, то Даниле будет очень важно не убабахаться с клиентом ходить. Почему? Потому что, когда он смотрит два-три объекта, четыре-пять, в разных концах района, то зачастую на машине между ними не проедешь, или это будет крайне сделать неудобно из-за парковок, и фактически никто не рассчитывает свой маршрут. Часто просто клиент по дороге говорит, все, я устал, я сегодня больше не хочу смотреть, как меня и остальные показы. Поэтому и эта штука тоже должна быть продумана, как агент будет ходить, смотреть и так далее. Сейчас вы поймете все сложности назначить день в день встречу, а то вам кажется, что объектов в ЦА немного, поэтому смотрите сейчас внимательно, практический опыт, а потом мы с вами разберем, подведем итоги. Пока. Пока Данила звонит по телефону, я хотел рассказать о самом Даниле. Он пришел к нам из IT-сферы на мой курс Смирнова Сергея в начале этого года. И сейчас уже он заработал, отучившись на нашем курсе в начале февраля, с марта он начал у нас работать, он заработал больше 400 тысяч рублей. В данный момент у него 4 клиента на общую сумму комиссионных 950 тысяч рублей. То есть он освоил новую профессию, которая ему позволяет зарабатывать много больше, чем он зарабатывал на предыдущем месте работы. Тем более, что это дает ему возможность строить свой график гибко, и в том числе не бросать старую профессию. Поэтому, если ты хочешь попробовать себя так же, как Данил, и изменить что-то в своей жизни, сидишь упертый в зарплатный потолок, и не знаешь, как зарабатывать больше, и как это делать более гибко, то вперед по ссылке в описании идет набор на очередной курс. И, кстати, курс в сентябре идет с загрузкой 106%, поэтому успей, пожалуйста, сделать это быстрее. И, кстати, ссылка по промокоду YouTube дает скидку сейчас 10%. Вперед по ссылке в описании. Создаем новый заказ для подбора двухкомнатной квартиры. В программе Winner нажимаю «Квартиры». Далее отмечаю, что меня интересует двухкомнатная квартира. Ну и в общей площади я задам от 40 до 50 квадратных метров в данном случае. И сразу укажу бюджет, что это 10 миллионов 500 тысяч, 13 миллионов 500 тысяч диапазон меня интересует. Наша верхняя планка это 13 миллионов рублей, но беру с запасом 500 тысяч, потому что люди закладывают на торг. И нижний указываю 10 500, чтобы откинуть шлак и фейковое объявление, где цена просто не может быть такой. Что еще делаю? Указываю, что все этажи, кроме первого, нас интересуют. И убираю апартаменты, кроме апартаментов, убираю новостройки, убираю торги. Дальше задаю район метро «Дубровка». И переключаюсь на карту. Вот, впал в район метро «Дубровка». И здесь я делаю следующее. Я очерчиваю графический район, который мне был бы интересен для покупки квартиры моему клиенту. Это вот первый квадратик я задаю. Ну, и его начну прорабатывать. Потом, если здесь ничего не смогу найти интересного, я задам другой квадрат. Вот, и начнем ближе всего к нам, вот рядом с рекой. Посмотрим, что за квартиры. Открываем. Вот два объявления. Одно на Циане, другое на Яндексе. Продается вот двухкомнатная квартира. Как раз наш бюджет 13 миллионов 200 тысяч. Площадь квартиры 45 метров квадратных. Перехожу в Циан. Вот, вижу стоимость. Вижу, что ее снижали. Начинали они ее продавать за 13 500. Еще начинали в конце июля. Сейчас уже в конце августа дошли до 13 200. 45 метров квадратных. Смотрю фотографии. Ну, квартира, скажем так, косметика или состояние жилое. То есть, ну, видно, что в ней сейчас живут. Бедненькая, но чистенькая. Что еще? Я обычно читаю внимательно, что написано. Ну, вот из важного, что один взрослый собственник полная стоимость договора. Идеально подходит для приобретения в ипотеку. Еще из важного, что вижу, что альтернатива. Ну, давайте попробуем набрать этот номер и договориться сегодня на встречу. Алло. Алло, доброго дня. Да, добрый. А звонил по двухкомнатной квартире на улице Трофимова, 4А. Скажите, пожалуйста, она продается. Да, да. И актуальная цена 13 миллионов 200 тысяч рублей. Здесь все верно? Да. Вот, хотел уточнить. Вижу, что здесь один взрослый собственник. И полная стоимость договора. А все-таки какая у него правоустановка? Подскажите, пожалуйста. Правоустановка у него наследство от мамы к сыну. От мамы к сыну. А наследство какого года? Скажите, пожалуйста. Три года есть. А, полных три года есть от мамы к сыну. Да, да. У него наследство по завещанию или по закону не подскажете? Да, там закон и сестру, он разделение именно делали. Что там, сетра, это другое что-то, а ему, значит, квартира. Я понял, то есть было два наследника, он и сестра, и они разделили и делали это по закону, не по завещанию. Да, понятно. Хорошо, еще вижу, что в объявлении написано альтернатива. Правильно я понимаю, что сделки вы связывать собираетесь? Ну, хотелось бы, но в принципе, в принципе, можем разбить. Ну, то есть там квартира нужна в другом районе, но сами там не проживают, там бедственно можно и разбить. А еще такой вопрос. Альтернативы уже какие-нибудь смотрели? Ну, так, смотрели объявления, да, то есть еще как раз не ходить, чтобы смотреть, если денег пока нет. А, я понял, то есть пока не смотрели. Хорошо, скажите, пожалуйста, а сегодня вот после трех можно подъехать посмотреть квартиру? Сегодня после трех, давайте уточню вам перезвонок, как, да, хорошо? Хорошо, у вас... А, то есть сейчас квартира сдается, правильно я понял? Да, да, да. Хорошо, как вас зовут? Елена. Елена, тогда у меня Данила, буду ждать вашего звонка, спасибо. Да, хорошо, сейчас вообще перезвоним. Да, до свидания. И что я услышал по этой квартире, что это наследственная история, они каким-то образом с сестрой разделили наследство от мамы, больше трех лет прошло, и вот эту квартиру продают и по каким-то причинам хотят перебраться в другой район. И квартира сейчас сдается, то есть хозяева выжимает из нее по максимуму. Скорее всего, если мы пойдем досмотреть, показывать мне будет арендатор квартиры, который, скорее всего, не заинтересован, чтобы ее продали, потому что, может быть, он там живет за дешевым, может быть, вообще какой-то родственник. И, естественно, никто прибираться и готовить квартиру к показу не будет. Это вот идти в такую квартиру с клиентом, но вот клиент, скорее всего, кажется, останется очень недоволен, так что мы придем, посмотрим, вряд ли поговорим с собственником или с агентом, вряд ли вот агент приедет что-то рассказывать. То есть мы придем и физически посмотрим, и покажут нам люди не заинтересованы в том, чтобы эту квартиру купили. Но радует, что в принципе она готова разрывать сделки. То есть для моего клиента это будет плюс, если мы сначала купим, а они потом берут себе. Но здесь вопрос, есть ли ему где жить физически, есть ли куда ему выписаться юридически из квартиры. Дальше я буду прозванивать вот эти три квартиры. Они находятся рядом. Первый выбрал вот эту. И здесь видно, что примерно по карте один километр, его можно пройти за 15 минут. Обычно у меня на просмотр квартиры с клиентом уходит от 15 до 30 минут. В зависимости от того, понравилась квартира клиенту или нет. Если понравилось, то уходит времени больше. И еще зависит от того, насколько разговорчивые хозяева или агенты. То есть может даже уйти и целый час. Но это если большие квартиры, трехкомнатные, не малогабаритные, как сейчас. Поэтому здесь получается, если мне подтверждают время, то я закладываю, что мы, наверное, проведем в квартире минут 15. Потому что показывать тебе будет арендаторы. И чтобы добраться мне до следующей квартиры, мне понадобится минут 20. Получается, если мы здесь в 3 часа, то вот здесь где-то, наверное, без 15.4 можно планировать 4 часа. Вот примерно так. Естественно, перемещение между вот этими квартирами будет гораздо быстрее. Они находятся ближе. Давайте попробуем прозвонить их. Что у нас здесь есть? Вот выберу вот эту квартиру. Она, скажем так, находится в дворах. Стоит интересную сумму. Вот второй этаж 14-этажного здания облочного. Переходим на ЦИАН. Да, второй этаж. Фотография. Башенка облочная. Ремонт гораздо лучше уже, чем у той квартиры, куда мы сейчас звонили. Вот, но второй этаж. И, скорее всего, нет балкона. Посмотрим. Не, балкон есть. Комнаты изолированные. Раздельный санузел. Свободная продажа. Один взрослый собственник. Преимущество этой квартиры в том, что свободная продажа у них не альтернатива. Цена тоже менялась. Начали продавать в конце июля. За почти 12 миллионов сейчас уступили 200 тысяч 11 800. Ну вот первое препятствие. Агент не ответил на звонок. Даже не сказал, что там перезвоните через 2 часа. То есть, получается, эта квартира пока сегодня недоступна к просмотру, потому что агент не ответил. Давайте пробуем другую квартиру рассмотреть. Вот здесь есть за 11 миллионов рублей. 11 этаж. Примерно 12-этажного облачного здания. Пробуем туда. Ну да, такое же здание, как у предыдущей квартиры. Требует ремонта, косметика, жилое состояние. Могу предположить, что тоже арендаторы. Сейчас это узнаем. Вот уже написано, что перепланировок нет. Делаем звонок. А, видим, что тоже альтернатива. То есть, люди продают эту квартиру и куда-то переезжают. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. А звоню по двухкомнатной квартире на 6-й Кожуховской улице. Подскажите, пожалуйста, продается. Да, да, если продается, да, пожалуйста. И актуальная цена 11 миллионов рублей. Здесь все верно в объявлении? Да, все верно. 10 990, если быть точнее. Ну да, 10 990, если быть более точным. Вижу, что написано, собственность более трех лет, приватизации, отказников нет. А скажите у вас, а собственников сколько? Один или больше? Один. Один. Один собственник приватизировал в себя квартиру. И у вас альтернатива, все верно? Да, все верно, на однокомнатную. На однокомнатную квартиру. А альтернативу уже подобрали? Подскажите, пожалуйста. Ну нет, смысла нет. Однокомнатные очень быстро продаются. Но нет смысла. Мы просто присматривали, где что. Так, да. А так нет. Ну подбирать нас никто ждать не будет. Нам нужно найти сначала покупать, когда мы звоним. А, я понял. То есть пока смотрели через интернет или куда-то? Да, да. Мы просто смотрели, да, где приблизительно, что там хочется. Я понял. А вот посмотрел, правильно я понимаю, что сейчас в квартире проживают хозяева, да? Судя по фотографиям. Да, здесь проживают, да. Я понял, хорошо. Скажите, пожалуйста, а сегодня, вот начиная с трех часов, можно посмотреть, квартиру было бы? А вы знаете, я узнаю у нее. Так, а у вас какая ситуация? Я сам агент, работаю на подборе. У меня женщина с ипотекой Сбербанка покупает квартиру себе. Вот такая у меня ситуация. Угу. Да, по-моему. Вот. Я понял, что перепланировок нету, но правоустановка у вас... Она в детстве не чистая квартира. Ага. Да, да, вижу. Как вас зовут? Меня зовут Данила, а вас как? Данила, очень приятно, Елена. Во сколько после трех вы сказали, да? Да, начиная с трех часов могли бы подъехать вместе с клиентом, посмотреть квартиру, да. Ага. Хорошо, после трех, хорошо. Ладно, все, давайте. Да. Сейчас я узнаю, а если вдруг неудобно ей, а завтра как? Ну, да, перезвонить, скажите, что завтра я отхожу, да, с клиента, можем ли мы завтра подъехать, может и завтра смотрим. Все, я поняла. Все, давайте. Хорошо. До свидания. Да, спасибо, до свидания. Ну, здесь более интересная ситуация для моего клиента, потому что это приватизация, более простая история с точки зрения правоустановки, чем наследство. Но тоже альтернативы, ничего не смотрели, хотят сначала взять авансы, потом искать, подбирать альтернативу. Какая-то доля правды в ее словах есть, что однокомнатные на дно быстро уходят, но пока даже ножками вот никакой другой район не смотрели, это вот как бы знак минуса. Если бы они хотя бы один вариант посмотрели, это был, ну, селял бы оптимизм, потому что что произойдет, приду я с клиентом, ему клиенту подойдет эта квартира, внесут аванс. Вопрос, как быстро они найдут оптимальный для себя вариант. Потому что очень возможно, что они придут через месяц и скажут, ну, вот нам ничего не нравится, мы хотим еще подождать. А моего клиента подходит ипотека, и, соответственно, он вот застрянет и месяц просто потеряет, ожидая, что они себе еще что-то выберут. Выбираем дальше ближайшую квартиру, рассчитываю, что все-таки у меня получится вот этот район посмотреть. И ближайший здесь, вот этот дом, тоже второй этаж, девятиэтажка кирпичная. Идем на ЦИАН, смотрим. 44 метра квадратных, хотят 12 миллионов 550 тысяч, продают с марта и сбавили 200 тысяч рублей. Продает компания Incom. Обычно звонок в Incom приходит на секретаря, а сейчас, когда я наберу этот номер, то у меня снят секретарем, который меня попробует соединить с агентом, который ответственен за этот объект. Давайте посмотрим, получится ли нет, договориться на просмотр здесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, давайте я вам назову сразу номер лота. Слушаю. ВТ. Далее. 038. Да. 52-27. Ну, одну минуту, посмотрю по базе. Угу. 6-я Кожуховская, 5-я, 2-х комнаты на втором этаже вас интересует, все верно? Да, все верно. Существую вас с экспертом, он более подробнее вас проконсультирует. Как вас представить экспертом? Меня зовут Данила, а агентство недвижимости Высоцкий Эстейт. Оставьте свой контактный номер или обратной связи? 985-143-3907. 3907. После завершения разговора вам также поступит смс с контактами эксперта. И подскажите, а на каком сайте видели рекламу объявлений? На циане. Оставайтесь на линии, соединяю. Спасибо за ожидание. К сожалению, в данный момент у эксперта занята линия. Он вам перезвонит. Хорошо, спасибо. До свидания. Всего доброго, до свидания. Ну вот, эксперт-то занят, недоступен. Оставим объявление открытым на случай, если эксперт перезвонит. Комната квартира в доме под реновацию. Дом будет расселен в второй стадии с 2025 года. Ничего не написано про количество собственников на основании чего. Сейчас будем это узнавать. Компания этажи. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Евгений? Да. А вот звоню по двухкомнатной квартире на 5 Кожуховской улице. Подскажите, пожалуйста, она продается? Да, продается. И актуальная цена 11 миллионов рублей, да? Да, верно. Подскажите, пожалуйста, сколько там собственников, какая правоустановка? Вас как зовут? Подскажите, пожалуйста. Меня зовут Данила, агентство недвижимости Высоцкий Эстейт. Очень приятно, Данил. Смотрите, у нас там по документам достаточно непростая ситуация. В чем она-то отличается? То есть на протяжении многих лет в этой квартире прописано один человек. Она имеет право на сансидацию в этой квартире. То есть сегодня квартира муниципальная. Почему мы не приватизировали ее раньше? Потому что есть долг по коммуналке порядка 450 тысяч рублей. Ну, примерно так. Соответственно, мы что вообще хотим? Мы хотим, чтобы человек, которому интересна эта квартира, мы с ним заключили документ, на основании которого он передал нам сумму, там, аванс, задатку, предварительную, ну, не важно, еще что-то, в размере задуманности мы погасили долг, которые универали квартиру и вышли на взъем. То есть вот такая история. А, то есть у вас уже есть покупатель, правильно я понял? Нет, нет, я к тому, что, еще раз, мы что хотим? То есть я не знаю, как и ситуация у вас покупателя. Мы хотим найти такого покупателя, который заключит с нами соглашение, бездарственного, ну, в качестве аванса сумму равна сумме долга, мы погасим долг в треоризированной квартире, после этого выйдем на сделку. А, все, я понял ситуацию, то есть сумма аванса – это 450 тысяч рублей, правильно я понял, Евгений? Ну, примерно так, да. Ну, это такая необычная ситуация, мне надо будет со своим клиентом обсуждать. Я понял, тогда все, спасибо, да, до свидания. Необычная ситуация, но такое случается, что да, вот просят в качестве аванса внести 450 тысяч рублей, и, ну, их, в принципе, можно было бы внести, но потом ситуация может развиваться по разным сценариям, и, возможно, что придется потом с трудом возвращать эти деньги, если человек передумает, скажем, продавать или откажется от сделки. Потому что, получается, по сути, частное лицо дает в долг другому частному лицу вот эти деньги, чтобы там погасили долг за коммуналку, смогли приватизировать квартиру, и потом только состоится сделка. Я бы своему клиенту не рекомендовал в это ввязываться, очень много рисков и очень большая сумма. Убираем следующую квартиру. Так, вот, две квартиры в одном доме. Очень удобно. Сейчас посмотрим фотографии. Что-то одна и та же квартира. Так, с этой понятно. Приятная квартира. А здесь что за фотографии? А здесь другая квартира явно. Так, две квартиры в одном доме. Одна на третьем, другая на шестом этаже. Две квартиры в одном доме. Очень удобно. О, опять инком. Давайте сделаем. О, кто-то перезвонил. Алло. Алло. Данил. Да. Здравствуйте. Вы мне по квартирке звонили. По Кожуховской. Шестая Кожуховская. Сейчас еще. Шестая Кожуховская, да? Да, пятый дом. Да, Павел, как вас зовут? Меня Александр. Вот, Александр. Я понял. Хотел уточнить, значит, актуальная цена 12 миллионов 550 тысяч рублей. Все верно, Александр? Да, да. И сейчас осмотрю. Свободная продажа, более трех лет в собственности, полная стоимость договора. А подскажите, пожалуйста, а сколько собственников там? Два собственника. А правоустановка у них какая? Первоначально они приватизацию сделали, там, пять лет, более пяти лет. Более пяти лет. То есть они приватизировали на себя два собственника и сейчас продают. Правильно я понял? Да. Мама с сыном. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот сегодня, начиная с четырех часов, можно подойти и посмотреть квартиру? Вот так. Сегодня надо уточнить, скорее всего не получится, потому что собственница живет далековато от квартиры. Вот. Надо хотя бы там, ну, за один день, чтобы она собралась, ну, чтобы приехать ей. А, я понял. Ну, уточните, пожалуйста, Александр, мы сегодня с клиентом смотрим район. Сегодня точно не получится, это, ну, как бы, я знаю, потому что она до шести часов работает, вот, и ей, наверное, часа три ехать. Я позвоню, чню ей, но, скорее всего, на выходных. А, я понял, на выходных показываете. Ну, тогда своим клиентам это проговорю и ближе к выходным тогда свяжусь. Угу. Да, хорошо. Все, спасибо вам. До свидания. Да, я позвоню сейчас, уточню. Я сказал, что сегодня сможем показать, я тогда вам наберу, скажу. Хорошо. Угу. Спасибо. Все, до свидания. Да, до свидания. Кратко комментарий по этому звонку. Вот, собственник не очень горит продать, получается, квартиру, показывает только на выходных. Ну, может быть, это связано с тем, что работы не позволяет. И агент при этом тоже показом не занимается, хотя мог бы, потому что, получается, в квартире никто не живет. Вот, и что мешает коллеге взять ключи и проводить показ самостоятельно, ну, в будние дни, там, непонятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, по Питону Романову, да, есть. Алло. Алло, да. По Питону Романову есть такая квартира. Да. Да, актуальная цена 12 миллионов 500 тысяч рублей, все верно? Да, все правильно. Вот, а как вас зовут, подскажите, пожалуйста. Меня зовут Павел. Павел, меня Данила. Павел, а скажите, пожалуйста, сколько там собственников, какая правоустановка? Приватизация, два взрослых собственника. А, приватизация. Полная сумма в договоре, правильно я понимаю? Так, да, все правильно. Вот, и продажи у вас свободные, без альтернатив. Да. А скажите, пожалуйста, а сегодня можно было бы посмотреть квартиру после 4-х вечера? Ну, надо уточнить у собственника, будет ли на месте. Ну, а уточните, пожалуйста, хорошо? Да, хорошо, я вам наберу. Да, спасибо, Павел, до свидания. Алло. Алло, Юлия? Да. Добрый день. Здравствуйте. Звоню в двухкомнатной квартире на улице Петра Романова. Подскажите, пожалуйста, она продается? Она продается, да, но там с показами у нас не очень хорошо, там надо договариваться заранее-заранее. А, у меня клиент сегодня хотел как раз посмотреть, ну, вечером, в второй половине дня, то есть, получится, не получится. Ну, после 8-ми, если. Давайте я вам сейчас с хозяйкой свяжусь и вам перенаберу, потому что там там командировка постоянная, а показывать, сама ключи у меня нет. Вот поэтому там есть сложности. Я наберу вас. А, все, хорошо, буду ждать от вас. Давайте. До свидания, спасибо. Ну, вот хозяйка в командировках и из показа надо очень заранее показывать, ну, договариваться о показах, показывает хозяйка. Первой локации, которая подходила бы к клиенту, не было квартир. Ну, интересный вариант, 47 метров квадратных, 12 миллионов 500 тысяч рублей. Альтернатива, ничего не сказано про правую установку. В собственности более 5 лет, но намекают, что в договоре будет полная сумма. Вот раздельные комнаты изолированы, раздельный санузел, хороший ремонт. Давайте пробуем посмотреть эту квартиру сегодня. Может быть, это то, что вот наша, как раз нас ждет. Здесь агентство МИЭЛЬ, делаю звонок. Алло. Алло. Светлана? Да. Добрый день. Добрый день, да. Звоню по двухкомнатной квартире на улице Трофимова. Подскажите, пожалуйста, она в продаже? Да, конечно. И актуальная цена 12 миллионов 500 тысяч рублей. Здесь все верно? Все верно. Все верно. Вижу, что в собственности более 5 лет. Можете уточнить, а сколько собственников, какая у них правоустановка? Договор купли-продажи. Покупали ее в 2015 году. Два взрослых, мать и взрослая дочь. Два взрослых ДКП. Покупали в 2015 году. Отлично. Я вижу, что альтернатива. То есть они продают эту... Подобрана. А, уже подобрана. Да. Да, давайте поясню. Извините, что перебила. Значит, мы подобрали, да, человек из Москвы уезжает, ну, по своим каким-то личным причинам. Нашли, да, квартиру, там, в ближайшем области, там, где хотели. Да? Она свободная. Все, отлично. Скажите, пожалуйста, а сегодня, начиная с часов четырех вечера, можно посмотреть квартиру? Возможно. А вы сегодня хотите, да? Да, я хотел бы своим клиентам сегодня прийти. А у вас клиенты, у вас что там? У нас ипотека, ипотека, ипотека Сбербанка у нас. Ипотека, да, Сбербанка. Я поняла. Так, коллега, как вам могу обращаться? Данила. Данила, очень приятно, Светлана. Так, Данила, давайте так, в четыре, а если что-то попозже? Ну, попозже, это начиная с четырех, это не в четыре, а с четырех и позже. Давайте, давайте пока ориентировочно, часов на шесть договоримся, пока ориентировочно. Давайте? Да, давай. Около шести, там, около шести. И я где-то, давайте я вам в течение получаса перезвоню и течное время скажу, сейчас я с клиенткой согласую. А, ну, то есть вы мне перезвоните и подтвердите окончательно. Пока предварительно на шесть, но вы сейчас еще все хорошо, договорились, буду ждать. Да, я с клиенткой согласую, конечно, да, конечно, я вам перезвоню, но вот этот ваш телефон 39 на 7 окончания. Ну, вот, похоже, самый первый и живой вариант, который сегодня пойдем смотреть около шести часов вечера. То есть это примерно шестая квартира по счету, которая, скажем так, ну, на 90% готова показать сегодня. Они попадают в наш бюджет, 12 миллионов 500 тысяч, у них приятный ремонт, у них альтернатива. Вот, но она уже подобрана где-то в области. То есть люди по каким-то причинам ухудшают свои условия жизни, приезжают из Москвы. Ну, наверное, нужна разница в деньгах между стоимостью квартиры в области и квартирой рядом с метро Кожуховская. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вот звоню по квартире на Волгоградском проспекте, она продается, все правильно, да? Да, есть такой объект, наследство по закону менее пяти, полное саммит договоре, наследство по закону от мамы к детям. От мамы к детям. А, то есть доверенность, выданной нотариусом иностранного государства или в консульстве в российском она доверенность оформила? Будет оформляться в консульстве австритском. А, то есть на сделку она не приедет? Нет, не приедет. В нашем консульстве, там, условно, консул, ей, ну, российский консул сделать дают. Я понял, знаете, мне надо эту тогда ситуацию обсудить с своим клиентом, с юристом, в первую очередь, с клиентом, насколько мы готовы в такую историю ввязываться. Все, в ближайший присмотр в четверг буду иметь, держать это в голове. Все, спасибо. Ну вот, позвонили, такая ситуация бывает, что встречается, собственник или один из собственников проживает за границей и продается по доверенности. Ну, скажем так, двоякая ситуация. Доверенность выдается в российском консульстве в данном случае, присылается почтой, это все время, задержки получается. То есть доверенности даже сейчас нет в России от сестры. И, ну, лучше избегать таких сделок. У меня был случай, когда, ну, единоличный собственник хотел продавать по доверенности, при этом выданный белорусским нотариусом, но мои клиенты отказались от этой сделки. Московская городская служба недвижимости, Елена, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Елена. Давайте я вам номер лота назову, скажите мне. Да, пожалуйста. 62-685. Можете посмотреть, он продан или еще в продаже? Да, я сам агент, ее вижу на Виннере, то есть в открытых источниках ее нет. Вот хотел уточнить, есть еще квартира в продаже. Это 1-я Дубровская улица. А, нет, ее 1-я Дубровская сделка была. А, уже прошла, все, понял, спасибо, до свидания. Да, пожалуйста, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот звоню по двухкомнатной квартире на улице Мельникова. Подскажите, пожалуйста, она продается? Да, продается. 12 миллионов 600 тысяч рублей актуальная цена, все верно? Все верно. Вот, вижу, что в описании написано, что более трех лет собственности, полная стоимость ДКП, но хотел бы уточнить все-таки, а сколько собственников, какая правоустановка на квартиру? Можете подсказать? Правоустановка ДКП тоже. ДКП, а сколько собственников? Один. Один собственник, хорошо, понял. И у вас свободная продажа, то есть забираете деньги и уходите, да? Да. Скажите, пожалуйста, а сегодня вот часа в четыре или полпятого можно посмотреть, квартиру было бы? Давайте я уточню, как вас зовут? Меня зовут Данила. Данила, какая у вас ситуация? У меня клиент ипотека Сбера у нее. Ага. Давайте я уточню и перезвоню. Хорошо, буду ждать вашего звонка, спасибо. Ага. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот звоню по двухкомнатной квартире на улице первого машиностроения, она продается? Да, продается. А актуальная цена 13 миллионов 500 тысяч рублей, все? Да. Вот, хотел бы еще уточнить по праву установки, вот вижу, что два взрослых собственника и более 20 лет. А на основании чего владеют квартиры, можете подсказать? Могу. Там, грубо, в столях, ну, грубо, одна вторая, это договор купли-продажи и одна вторая, это договор вент. А, одна вторая, договор купли-продажи, одна вторая? Ну, там тысяч шесть сотых и сорок четыре сотых, да, ну, фактически почти одна вторая группа, чтобы вам проще было для воспоминаний. Я понял. А это, ну, коммунальная квартира или это, как бы, одна семья, так получилось просто? Я же вам говорю, общая долевая собственность. А, общая долевая собственность. Я понял. Да, ну, было когда-то, были люди, что там, имели отношения в плитке, да, потом вступили в часть квартиры, в основном, часть долей проданы, часть долей переданы под договором. Ну, это обычная история. Распоряжаются, каждый своим имуществом правильно распорядиться так, как он хочет. Ну, да, но когда покупатель покупает квартиру, он хочет, ну, покупать, ну, прозрачно, старается покупать прозрачную квартиру с точки зрения истории. Ну, это вообще с лишним лет, куда уж прозрачнее не может быть. Куда уж тут прозрачнее. Хорошо, пожалуйста. Тут уж прозрачнее, какую хоть хотите фантазию нарисуйте, уже все прозрачнее. Ну, разные бывают истории в жизни. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня Татьяна. Меня Данила. Татьяна, скажите, пожалуйста, сегодня можно прийти посмотреть квартиру в 4 или в 4.30? Нет. В будни после семи. А, в будни после... Выходные попроще, можно договориться, да, до сих пор времени. А, хорошо, тогда я со своим клиентом обсужу и вернусь к вам со звонком. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Какой номер квартиры? Вторая. Вторая? А, на первом этаже одна квартира получается? Ага. Заходите. Заходите. Господа, прозывайте, заходите. Проходите. Проходите в большую сначала. Это большая, да? Да, большая. Здесь около 17, да, свет включаем. Здесь выходит на Трофимово. Смотрите, там, так как на улице выходит, да, стоит большой стеклопакет. Сколько там на пять этих стеклопакет. Поэтому и так как солнечная сторона, пленка. Случайся, солнце вообще, да. С умопоглощением. Да. Ну, потому что... А, очень шумная улица. Ну, вот как. Ну, это еще не самое худшее, что может быть. Ну, конечно, не самое. Конечно, это не Ленинский проспект, безусловно. Это одна комната на Трофимово, правильно? Да, да. Это, которая большая комната, одна. Стены толстые, да? Обратите внимание, подоконники вы делали. Когда окна меняли, специально широкие прочные, чтобы вставать можно. А по мебели можете сориентировать? Вот в этой комнате вот что? Все забираете или что-то останется? Что-то все прямо на моей мебели. Она просто очень гармонично здесь. Ну, да. Дело в том, что все зависит от того, оставят ли мне в той квартире, которую я... Ну, в теории вопросы они оставляют. Там тоже все с меблировкой, как бы, там тоже полная у них обстановка. Если они не передумают до того, как мы выходим на сделку, то, конечно, я этого не привезу, если там у меня все будет. Понимаете? Я, естественно... Все, ситуация понятна. А если они там вывозят, вам мебель нужна, вы тоже все зеркально оставляют. Да, да. Ну, знаете, кроме там каких-то, не знаю, холодильников, телевизоров, там, вот это все, конечно. А мебель, так как и здесь, и здесь, и там под размер все было заказано, да, то, естественно, мне смысла нет никакого тащить эту. Тут, правда, я немножко по-другому хотела сделать. Я здесь хотела сделать этот вот ложный такой этот, как камин, да, такая штука, ля-синая ставится. Поэтому, видите, когда мне делали ремонт, было вот это выделено. То есть, если... Просто, ну, немножко там поменялось у меня в жизни. Да. Если вы захотите, вы, в принципе, можете это сделать. Но я еще из-за животных я не могу кровать поставить, потому что, естественно, они будут целый день дербанить где-то кровать. Поэтому у меня хороший, дорогой этот ползиван, он складывается, еще чехом накрывается, поэтому... Поэтому концепция изменилась, да, потому что появились животные, как бы, и вот... Квартал этот, конечно, я бы очень хотела, но... Ванная. Да, ванная. Сколько лет назад, примерно, вы ремонт делали здесь? Я купила эту квартиру 6 лет назад, и мне сделан был как раз ремонт. Сразу, да? Ну, скажем так, вот то, что здесь есть, это было. Вот эту комнату я только делала. А, сделали ремонт. Да. Есть, конечно, есть, конечно. Трубы, они не там, где вы смотрите, а трубы, они вот там. Ну, да, да, да. Вот, вот за этим порожком, да. Трубы, кстати, пластиковые поменяли. То, что в квартире, все поменяли. А-то вы меняли, или это был капитальный ремонт дома? Нет, капитального ремонта здесь нет, и, наверное, не будет, скорее всего, снесут. Будет когда реновация, но... Здесь косметический коридор вы видели, там как раз вот сделали, а здесь только то, что собственники предыдущие делали, вот они трубы там, шерочки, все это установлено, естественно. И, как бы, в принципе, я ничего не переделала, потолки тоже они натягивали. Я делала вот эту коду. Так вот эту, да, вот одну большую комнату, да. Понятно. А, вроде там, ну, на Циане не отмечается, что он в программе реновации? Ну, потому что, как бы, здесь многие, которые голосовали, они, естественно, проголосовали против, потому что, когда это было в самом начале, и все решили, что это какая-то очередная нахлобучка нашего правительства, что нас хотят выселить практически из центра Москвы куда-то, значит, там в новую. И, естественно, вот эти пожилые, так как здесь контингент довольно-таки пожилой, они, естественно, сказали, да нет, что мы никуда не поедем, отсюда мы здесь помрем. В итоге оказалось, что это правда, дом стоит уже два года, первый по реновации, который построили. Но, так как здесь Южный порт, вот это все будет, естественно, снесено, будут уже с той стороны по Андропову начали эти городские курорты на реке ставить. Здесь тоже самое будет, берут, естественно, этот пшевый рынок, Южный порт, поставят здесь прекрасные дома. Естественно, вот это вот все тоже, ну, это я просто уже разговаривала, там, как бы, с людьми, которые, скорее всего, да, вот это вот все наши, прям, кварталом снесется. Я понял, то есть, ну, пока не включен, но планно все, пока не включен. Пока нет, да, но... В комнатах люстр нет, обратила внимание, везде точечный свет. А потолки здесь какие? Ну, 285. Натяжные, да? И 15-ть метров, соответственно. Там даже, по-моему, 2,90 у нас различается по этажам, то есть, там, предположим, 2,85 у соседки, у меня 2,90, следующие 2,85 как-то вот так вот. Да, да, вполне важно, потому что дом терпичный, он же такой интересный индивидуальный проект, поэтому вот такой построили. Ну, эти окна, я тоже меня... Балкона у вас нет, да? Нет, балкона у нас третьего этажа. Третьего этажа. Фланировки. Видите, очень теплая, вот так жарко, вы себе не представляете, это просто самое, наверное, теплое жилье, которое у меня только было. Потому что мы с ним под простынями или вовсе без них, здесь всегда тепло, вот просто, даже в самые лютые морозы. Здесь пенсионеров машин нет, поэтому парковочные места есть, здесь тихо гулик нет, потому что ни детей, ни молодежи, бабушки, дедушки все. У нас детская площадка, это пусая, никто не слава богу, не орёт, пивник пьёт. Если движок есть, она вся там немножко подальше, с той стороны крыла, в ночной магноле. Вот, и здесь, по-моему, 5 подъездов у нас, не знаю, вот одна семья у нас, дети там, школьники. Ну, несколько семей там уже, взрослый школьник, да. Ну, то есть, вот по пальцам перечень. Там больше про подъездов на площадке, а не в соседних подъездах. Нет, на площадке, потому что у нас буквы Г, поверьте, здесь хорошие, слышимся, это же двор. И поэтому, как бы, вы всё равно будете и видеть, и слышать этих людей, потому что они выходят, да, из подъезда, куда окна, так как этаж внизу. Я понял. С этим здесь проблем нет, никто не орёт, слава богу. А что касается в нашем доме, ой, в нашем подъезде, у нас, ну, первый этаж, там только бабушка, квартира, это не жилое помещение, относящееся к магазину, который находится подо мной. Здесь можно прыгать, топать, кричать, там внизу никого не, слава богу, не работает. Хотя, не знаю, может, здесь хороший магазин будет. А по караканам? Не-е-е-е, у нас же нет мусора. Нет, я вот как раз за счёт магазинов. Так его там нет, он пустой, вынесли с той стороны, он закрыт, вот 6 лет я живу, и 6 лет он закрыт, там нет ничего, то есть там пустое помещение. Соответственно, а Дикси и там Красное и Белое, это они в той части дома, то есть это как бы, ну, это уже 23 корпуса. Левее. То есть наш 25, это 23 корпуса. А в чём продаёте? Так, расскажи, в чём продаёте. Я еду в квартиру своей мечты, я еду за город, я еду в закрытый ЖК, чтобы мне там, вот у меня животные, во-первых, во-вторых, я не работаю, у меня смысла нет здесь сидеть. Ну, то есть раньше я работала, мне было удобно здесь, почему я покупала, потому что здесь прям золотой треугольник, здесь настолько удобный выезд, как в центр, так и за город, так и на трёшку. То есть здесь вот идеально просто, здесь никогда нет пробок, тем больше я знаю объезды, да, там, если встал, Андропова, пересечения Строфимова, я знаю, тут ПКЖУРСКО, и сюда я между домами и приехать. То есть это идеально, сейчас у меня как бы нет такой необходимости, да, просто мне хочется на природу, мне хочется заниматься собой, здоровьем там, в общем. Я прям просто сплю и вижу, я на самом деле уже бы переехала, ну просто вот какие-то все время нюансы, как-то вот, я не знаю, все время что-то такое, пока у нас, причем две квартиры, эти, которые там я беру, они ждут меня уже. Где мы в таком ЖК? ЖК Мечта. ЖК Мечта. Так и называется, да? Да, это в Лобне, да? Да, это в сторону от Лобня. Я уже, мы осмотрели колоссальное количество, мы посмотрели горки, мы посмотрели Новую Ригу, мы посмотрели Ленинградку. Юридически, здесь два собственника, правильно я запомнил? Оба, ну, совершеннолетние. Да, я и моя 29 лет дочь. Да. И вы, ну, только вы здесь прописаны, правильно? Да. Ну, вы и ваша дочь прописаны, да? Да, мы собственники в долях, и, естественно, да, мы прописаны. Ну, и дочь тоже согласна на продажу квартиры. Однозначно, да. Ей вообще в этой стране ничего не нужно. В стране-то имеется в виду Россия? Да, в России имеется в виду, да. А, она за границей, да? Да. И от нее будет доверенность, правильно? Консульская, да. Консульская доверенность. Да. Пройдет. А почему же нет? Я спрашиваю, там они... Да, конечно. У нас Сбербанк, поэтому там ребята удивительные какие-то. Ну, это наш юрист еще проработает, так что... Нет, нет. Ну, пока доверенности еще нет, правильно? Ну, она в процессе, да. Сейчас же мы сделали все так быстро. А сколько примерно там вот это время займет оформление доверенности и пересылка ее сюда? Две недели, да? Две недели, да? Но вся проблема в том, что из-за этого ковида дурацкого, там в консульстве не каждый день, естественно, ведет прием. Ведет прием. Поэтому... А вот ту прививку, естественно, а пока ей не делают, то что она иностранка, там только на добровольной основе. Она здесь, знаете, может быть, нюанс. Она резидент или нерезидент? Получается, она сколько уже? Нерезидент. Она нерезидент больше 180 дней. Конечно. Но для, еще раз, для открытия... То есть, смотрите, налоговая же это не обязательно сообщать же, правильно? А больше нигде и никто, соответственно, это не отражается абсолютно. Она также... Счет есть, то есть расчеты, деньги, соответственно, будут зачислены, если вы... На ее счет, ну да. Здесь больше у нее могут быть риски, не у моих клиентов, а именно вот у вашей дочери, потому что она нерезидент, и я слышал случай, что налоговая иногда наблюдает за движением... Но здесь надо быть очень аккуратным с точки зрения нашей налоговой, именно для вас, как продавцов, и получать свои деньги. У нее никакой зарубежный счет не будет. У нее в Сбербанк карточка, на которую Ерея новости перечисляет деньги. Соответственно, с той московской карточкой... Она обычная дебетовая или книжка? У нее? Да. Обычная зарплатная. Зарплатная карта. То есть она здесь работает, получается, а там командировка, да? Просто здесь надо счет открывать. То есть на обычную дебетовую деньги не уйдут. В общем, давайте так, пока мы в дебри не будем влезать, мы вам точно можем сказать, что деньги... То есть счет есть у Лизы, да, деньги на него, соответственно, будут зачислены. Все. От продажи квартиры. Да, просто надо понимать, потому что у нас же ипотека, и она... Мы это уже, вот поверьте, вы же не первые ипотечники, да, сейчас все ходят с ипотеками, поэтому этот вопрос мы точно абсолютно узнавали. Вот. И Сбербанк, и ВТБ. Все. А у вас есть Сбербанк, и ВТБ есть? Ну, люди приходили с Сбербанком. Все. А почему не дошло? Одна женщина, значит, она с Налом была, отказалась. Ну, вот здесь просто перед этим была коммуналка, поэтому она вот как-то... Ее смущало почему-то, да, здесь просто была коммуналка перед этим. А одна женщина, честно, что-то нашла другое где-то в другом районе, ее там больше устроило, но, честно, нам сказала, вот она была из Сбербанка. А последние, ну, у них там цепочка, поэтому, ну, не сошлись. Ну, они тоже были, они, по-моему, да, они из Сбербанка тоже. Здесь очень такая аккуратная была и чистоплотная коммуналка, потому что, по-моему, вот это же, ну, не вы делали ремонт, а вы так приняли квартиру с такими санузлами. Вот эту. Да, только эту ремонтировали. Это была такая нормальная коммуналка. То есть здесь вы еще 6 лет прожили, и очень такое... Ну, коммуналка вообще не похожа. Нормальные люди. И полный ламинат, да, ведь, отель? Это, это, линолеум, вот там ламинат. Это линолеум. Ну, мне вообще на самом деле вот ламинат вообще не нужен, потому что собака цукает своими когтями, бесит это ночью. А коврами застелить тоже, знаете, шерстью, мало удовольствия собирать с этих ковров. Поэтому вообще для меня вот линолеум гораздо лучше. Хорошо, я понял. В плане, да, уборки. И перепланировок никаких не было, правильно? Вот, что-то нет, да. Ну, уточняю нам всякие случаи, потому что видно, что вроде как нет, но вопрос обязан задать. Нет, ничего не сделали. Хотя тут масса есть вариантов, которые я видела в любых квартирах, но в этом доме такие планировки. Но я сказала, что мне ничего не надо, мне так хорошо. Понятно. А выписку из ГРН когда заказывали в последний раз? Не заказывали. Пока еще не заказывали. Нет, пока мы не будем. Два часа и будет у вас ГРН. Как введены. Обычно, когда оно готовится к подаж, то ее заказывать ничего не стоит. Данил, да, по-разному. Давайте, если что, но без проблем. Да, я знаю, что без проблем. Да, сделаем ГРН-ку. Это у него у нас отложилось, потому что я не могла еще ничего найти. Да, в самом начале ситуации, в начале июля, чтобы я не могла подобрать то, что я хочу. Да, мы же далеко не сразу пришли к этому решению. Все, я понял. Но сейчас вы уже знаете, куда вы хотите. Да, мы же уточили, как просто рассказали. Да, все, это теперь понятно. Все, у меня вопросов тогда нет. У вас есть еще вопросы? Нет. Я все, что хотел, уточнил по юридической стороне дела. Я так понимаю, я думаю, скорее всего, наверное, знаете, но так рассказали. Все, хорошо, в принципе, наверное, все. Спасибо вам за рассказ. Спасибо вам. Мы обсудим с вами клиентами, и вот эту ситуацию с доверенностью особенно, да. И будем с вами на связи тогда. Да, пожалуйста, звоните. Все, хорошего вам вечера. Спасибо вам тоже. Звоните? Да, да. Чтобы назначить просмотр, сработал только один. Это как раз яркий характерный случай, когда люди действительно хотят продать. Они уже ногами вживую просмотрели несколько вариантов за городом, знают, куда хотят переезжать и хотят действительно продать. Согласились вот прямо день в день показать квартиру. Это плюс. Какие минусы мы выяснили? Что один из собственников проживает за границей сейчас и приехать лично не сможет на сделку и будет продавать свою часть квартиры по доверенности. Это, скажем, минус юридической в этой истории, который хотелось бы, конечно, избежать. Хотелось бы, чтобы этот собственник прилетел на сделку, подписал, получил деньги и улетел. Ну и в целом, квартира пригодна для жилья, хороший ремонт, хозяева аккуратные. Из минусов нет балкона и второй этаж, большая хорошая слышимость со двора. Наверное, надо еще посмотреть варианты в этом районе, прежде чем делать выбор. Не совсем идеальный вариант для моего клиента. Еще выяснилось, что под ней на первом этаже коммерческое помещение сейчас пустует. Потом там может открыться магазин или кафешка, что может привести к тому, что будут тараканы, которые ползут вверх в их ближайшую квартиру. И будет их тяжело травить. Это еще один из минусов этой квартиры. Ну да, еще меня удивило, конечно, что я всегда задаю этот вопрос, когда в последний раз заказывали ЕГРН, и здесь был ответ, не заказывали, а это на самом деле ничего не стоит. Но это показывает готовность и позволяет проверить, кто собственник квартиры очень быстро. И на каком основании. Вот странно, что этот документ они еще не заказали, который, по сути, бесплатный.